Близкие военнослужащие 98-й воздушно-десантной дивизии, задержанных на Украине во вторник, пришли в четверг к зданию воинской части в Костроме. Здесь были родственники солдат, которые не выходили на связь почти неделю. После сообщения ряда российских изданий о том, что в России хоронят солдат, погибших в боях на Украине, родственники решили встретиться с командованием. Военные им сказали, что солдаты на учениях и позвонят в понедельник. Но многие женщины этому не верят. Задержанным российским военным предъявлены обвинения в участии и содействии террористической организации. В Минобороны России заявили, что попавшие в плен солдаты потерялись и случайно оказались на территории соседней страны. Валерия Соколова не думает, что это правда. «Мы спрашиваем, то есть, соответственно, жены спрашивали, как они могли попасть на Украину. Нам сказали, что заблудились. Заблудиться, я думаю, что 350 человек не может». НАТО в четверг вечером распространило фотографии со спутника. По словам представителей альянса, на этих снимках зафиксировано передвижение российских солдат по территории соседней страны. По данным НАТО и США, на Украине сейчас находятся около тысячи российских военных с оружием и бронетехникой. Москва категорически отрицает обвинения во вмешательстве в конфликт.